Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Вас устраивает жизнь без повседневных чудес, которые являются результатом ваших собственных молитв? Нет, это ненормально. Не соглашайтесь на это, потому что сегодня все изменится. Ожидайте этого. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте, у меня в гостях Джо Оден. Джо, однажды вы просто переключали каналы. Вы были наркоманом, у вас была передозировка ЛСД. Так почему же вы вдруг решили послушать телепроповедника? Хороший вопрос. Я этого не планировал. Как вы и сказали, у меня была передозировка. На какое-то мгновение все остановилось, и я услышал телепроповедника, который говорил, «Сейчас меня смотрят молодые люди, а вы принимаете наркотики. Вы не просто принимаете их, у вас глубокая зависимость. Но у меня есть для вас хорошая новость. Иисус сейчас с вами. Он освободит вас, и вы будете проповедовать Евангелие по всей Америке». После этих слов сила Божия сошла на меня, и я мгновенно протрезвел от наркотиков и обрел свое призвание. Я хотел бы сказать, что с того момента я начал исполнять это призвание, но я начал принимать гораздо больше наркотиков, чем было раньше. А вы поверили в то, что это был Бог? Я четливо понимал, что это был Бог. После этого я отправился на вечеринку. Там я принимал наркотики, а потом попросил всех послушать меня, и начал пророчествовать. Я не понимал, что я делаю, но я говорил, «Однажды я буду проповедовать Евангелие по всей Америке, и это будет очень скоро». А пока что вы были под кайфом. Да, я был под кайфом, но Божие призвание проникло внутрь меня, и я понимал, что это и есть моя судьба. Прошло два года, ничего не изменилось. Вы все еще наркоман, у вас начались проблемы с законом, и судья вынес вам довольно необычный приговор. Да? Они приговорили вас к посещению церкви. Верно. После получения этого пророчества я каждый вечер молился о том, чтобы Бог привел меня в церковь. Я молился так два года. Суд приговорил меня к посещению церкви. Я выбрал маленькую церковь Ассамблеи Бога на юге Алабамы. Я вошел в церковь, я не знал христианских терминов, не знал, как сказать, что я чувствую Духа Святого, но я стал получать открытое видение от Бога. Прямо во время проповеди я выбежал вперед и отдал свою жизнь Христу. После проповедник спросил меня, чего я хочу от Бога. Я ответил, что хочу исполниться Святым Духом. Он возложил на меня руки, я упал. Такого со мной еще не было. После я сказал Богу, если бы мои друзья-наркоманы могли ощутить эту силу, они бы тоже родились свыше. Я вошел туда в оковах греха, а вышел, рассказывая всем об Иисусе. Был грешником и спасся, стал новым человеком. Итак, вы родились свыше и крестились. Вы Святой Дух, да? Вы были свободны от наркотиков, да? И вы стали гореть для Иисуса Христа, да? И все это за один день? Да, моментально. Вот как это должно происходить. Ну да ладно. У вас весьма уникальный способ евангелизации. Это было поразительно. Он просто подходит к человеку и задает очень простой вопрос. Послушайте, вы когда-нибудь ощущали силу Божию? А что потом? Приведите, пожалуйста, хотя бы один пример. Один. Хорошо. Однажды вечером перед баром «Голубая планета», который известен тем, что там есть ЛСД и экстази, мой друг говорил кому-то об Иисусе, и они стали спорить, «Я еще никого не привел в Царство Божие спорами». Поэтому я подошел к тому человеку и сказал, «А вы когда-нибудь ощущали силу Божию?» Он сказал, «Нет». «А хотели бы ощутить?» Он ответил, «Да». Я возложил на него руки и сказал, «Господь, пусть огонь Божий сойдет на него сейчас же». Он посмотрел на меня и сказал, «Я хочу прямо сейчас принять спасение». Я привел его ко Христу и снова возложил на него руки. В этот раз он согнулся вдвое под силой Божией. На нем была какая-то демоническая сила, и его вырвало прямо на тротуар. Затем он поднялся полностью свободным. Я возложил на него руки в третий раз и сказал лишь «Огонь». Он снова согнулся вдвое и начал молиться на иных языках. Я спросил, «Что это вы делаете?» Он ответил, «Понятия не имею». Я возложил руки на него еще раз. А почему бы и нет? Сила Божия действует, работа идет. Часто мы все усложняем». Он снова согнулся вдвое и молится на языках, потом поднимается. Он сказал, что такого с ним еще никогда не было. За пять минут он был спасен, освобожден от демонов и крещен во Святой Дух с говорением на иных языках. Почему? Потому что я хороший проповедник? О, нет. Потому что я ходил в библейскую школу? Опять же, нет. А потому что я был открыт. Вы думаете, и я хочу, чтобы Бог так меня использовал? Для этого вам лишь нужно быть в Его распоряжении. Я хочу, чтобы вы посмотрели в камеру и сказали нашим зрителям, что они могут делать все то, что делаете вы, и даже лучше. Конечно. Послушайте, вам не нужно быть пастором или выступать по телевизору. Библия говорит, что тот же Дух, что воскресил Христа из мертвых, находится внутри вас. Вам не нужно еще одно церковное или молитвенное собрание. Вам нужно сделать шаг веры и поверить, что Бог может использовать вас. Возложите руки на официанта или на вашего соседа или на стюардессу. Начните действовать. Бог ждет вас. Расскажите о еврейской женщине, которая пришла на одно из ваших собраний. Это было в Техасе. В тот день мы проповедовали. Было сильное служение. Эта еврейская девушка встречалась с парнем из церкви. Вернее, его родители ходили в нашу церковь. Молодые люди не ходили в церковь, но родители умоляли их прийти. И вот в то воскресенье они услышали Слово Божие, получили личное пророческое слово, а она отдала свою жизнь Христу. Вечером того же дня у нас было служение исцеления. До этого она говорила, «Я никогда не пойду на безумное харизматическое собрание». Но у нее была какая-то лейкемия, и в тот вечер она пришла. Я проповедовал об исцелении. Она вышла вперед, сила Божия сошла на нее, и она упала без сознания. Когда она поднялась, то была полностью исцелена. Вот как она поняла это. От того заболевания у нее появлялось что-то вроде чешуи на теле, и эта чешуя сошла с нее на лице и на носу. У нее повсюду были такие, знаете, мелкие чешуйки, и они исчезли. Она пошла к своему дерматологу и сдала анализ крови. Чешуя была по всему телу? Да. Через два дня ее вызвали к врачу и сказали, что, наверное, они неправильно взяли анализ, поэтому его нужно пересдать. Она пришла через два дня, и у нее снова взяли кровь. На следующий день, в 8 часов вечера, дерматолог позвонил ей и сказал, «Эмма, оказывается, анализ был взят правильно, просто ты полностью здорова». «И, кстати, диабета у тебя тоже нет». Затем ее пригласили в Даллас на изучение ее медицинского случая. Через год они пришли к выводу, что она первый человек, у кого документально подтверждено полное выздоровление от того типа диабета, что у нее был. До этого такого не было. У меня складывается впечатление, что вы верите, верите всеми фибрами своего естества, что когда вы молитесь за кого-то, этот человек будет исцелен. А еще всеми фибрами своей души вы верите, что он ощутит силу Божию. Я прав? Совершенно верно. Нет даже вот столичка сомнений, когда я молюсь за кого-то, то дело не в том, кто что чувствует или ощущает. Слово Божие переступает через эмоции и чувства. В Евангелии от Марка 16 главе сказано, что если вы верите, я хочу сказать это нашим слушателям, если вы верите, то вы будете возлагать руки на больных, и они будут выздоравливаться. То есть то, что мы делаем, мы основываем не на чувствах или эмоциях, а на том, что говорит Бог в своем слове. Вот как я стараюсь жить. Расскажите о случае с одним буддистом. Хорошо, как-то вечером после служения я зашел в кафе, а за прилавком стояла буддистка. Я верю Библии, на небо есть всего один путь, и он через Иисуса. Это не Мухаммед, не Будда, никакая другая религия, а только Иисус Христос. Я просто сказал ей, «Я не цитировал послание к римлянам, а просто сказал, «Вы когда-нибудь чувствовали силу Божию?» Она ответила, «Нет». «А хотели бы почувствовать?» Она сказала, «Да». Я аккуратно положил на нее свою руку. Ничего особенного, а просто легкое прикосновение к ее плечу. Я сказал, «Господь, пусть огонь Твоего Святого Духа сойдет прямо сейчас своими Иисусом. Вы никогда не угадаете, что было дальше». Она просто продала мне сэндвич. Я уже собрался уходить, и когда я подходил к двери, то услышал крик, «Сэр, на мне что-то есть!» Она закричала еще раз, «Сэр, вернитесь, пожалуйста, на мне!» «Что-то определенно есть!» Я не знаю, что это. Я развернулся и сказал, «Это имя выше Будды, выше Мухаммеда и дьявола. Это Иисус Христос». Когда я произнес это имя, она согнулась вдвое под силой Божией. Она начала так глубоко дышать. Даже голливудскому актеру было бы сложно показать то, что с ней происходило. И вы спросите, «Что же было дальше?» «Спасибо за вопрос. Я зашел за прилавок. Парень, который делал сэндвичи, закричал, «Вам сюда нельзя заходить!» А я думал, что нужно молиться за вашу смелость. Это шутка. Спасибо. И так она стала глубоко дышать. Дьявол начал проявлять себя. Я схватил ее, запретил дьяволу, и она отдала свою жизнь Христу. Она поснимала всех идолов и получила полную свободу. Но это еще не все. Через шесть недель она позвонила мне и сказала, «Джо, я провела в Америке всего два месяца. Всю жизнь я была буддисткой, но теперь я молюсь только Иисусу». За несколько недель до вашего прихода в наше кафе мне приснился сон. В нем вы проповедовали мне Евангелие. И когда вы пришли в тот вечер, я поняла, что все это по-настоящему. Когда я положил трубку, Дух Святой сказал мне кое-что. Я хочу сказать это всем нашим зрителям. Он сказал, «Скажи каждой церкви, что я делаю свою работу, но пора уже и церкви делать свою работу». Это именно то, что я говорю. Джо, а что будет с людьми, если вы... Вы не можете возложить на них руки, но вы можете помолиться о передаче им того же огня, что есть и на вас. Что с ними будет тогда? Сила Божия сойдет на них прямо на диване. Если они сейчас бегут или лежат в кровати, сила Божия наполнит ту атмосферу, в которой они находятся. А что, если они смотрят нас в баре? Наш Бог все равно прикоснется к ним. Итак, вы готовы к огню Божьему, который сойдет на вас после молитвы Джо? Лично я готов. Так что увидимся после рекламы. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Вы слышали о программе из 12 шагов, но Джо говорит, что есть программа из одного шага. Что вы имеете в виду? Я лично побывал в трех разных репцентрах. На это ушли десятки тысяч долларов. Я сидел в одном доме с профессорами и со студентами, которых выгнали за употребление наркотиков. Это не принесло мне свободу и избавление. Но когда я встретился с Иисусом в церкви, то это был всего лишь один шаг к полной свободе от аморальной жизни и зависимости. В один миг, когда я склонил колени перед Иисусом и сделал его своим Господом, а потом исполнился Святого Духа, это был тот один шаг, который решил все в моей жизни. И я верю, что Бог желает сделать то же самое и для наших телезрителей. Ведь многие люди приняли Христа лишь своим умом. А где же ваша душа? Она тоже должна подключиться и подчиниться Господству Христа в вашей жизни. А потом идет ваш дух. Эти люди стали приверженцами определенного учения или системы верований. Но Иисус — это нечто большее. Это сверхъестественная встреча. Поэтому откройте для Него и свою душу, и свой дух. И Он обязательно наполнит вас. Джо, а как вы понимаете фразу «быть наделенным силой Святого Духа»? Прекрасный вопрос. В Деяниях сказано, что вы получите силу, чтобы стать свидетелями, когда Дух Святой сойдет на вас. В своей первой проповеди Иисус Христос процитировал пророка Исаио. Он сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Он сказал, «Дух Божий на мне, но не только для меня, а для этого мира. Он на мне, чтобы наполнять мои слова силой и отпускать пленных на свободу». Вот как я это понимаю. Многие люди думают, что Дух Святой дан лишь для того, чтобы им было хорошо, чтобы они проводили хорошие собрания и были успешными в жизни, но на самом деле это сила, чтобы разрушать цепи ада и смерти в жизнях людей, а также сила для продвижения и распространения Евангелия. Когда вы поймете, что не все лишь только для вас, а для окружающих, все изменится. Вы сказали еще кое-что. Вы сказали, что нам нужно изменить наше мышление. Поделитесь, что же вы имели в виду. Когда в Евангелии от Матфея 4 главе 17 стихе Иисус сказал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, Он имел в виду не только отвернуться от наших грехов, но и изменить наше мышление». Я считаю, что многим верующим нужно изменить то, как они думают, особенно в сфере сверхъестественного, потому что воля Божия не только в том, чтобы люди прожили милую христианскую жизнь, не матерились и платили десятину, но и в том, чтобы они двигались в демонстрации силы Божьей. Помните, Иисус сказал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». А еще Он говорил молиться, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». То есть мы с вами послы живого Бога. Бог будто бы пытается открыть через нас свое посольство на земле. Многие из вас еще не познали Бога на личном опыте. У вас есть лишь интеллектуальное знание о Боге. Царство Божие находится в невидимой сфере, далеко отсюда. Я верю, если вы сейчас помолитесь вместе с Джо, то вы войдете в эту духовную сферу, где находится Бог. А что еще лучше, Иисус войдет в вас и будет жить в вас всегда. Джо, вы можете сейчас помолиться за нас? Конечно. Если вы хотите принять Христа, то вы должны признать, что Иисус Господь. Подчините Ему всего себя. Покаетесь в своих грехах и поверьте в Его смерть и воскресение. Если вы желаете сделать это прямо сейчас, то повторяйте за Мною эту простую молитву. Дорогой Иисус, я прошу Тебя сегодня омой все мои грехи. Очисти меня полностью. Иисус, я исповедую, что Ты мой Господь и Спаситель. Я отдаю Тебе мою жизнь на все сто процентов. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь помолитесь о том, чтобы сила Божия и огонь Божий сошел на каждого, кто смотрит нас сейчас. А вы знаете, какой универсальный язык повиновения? Давид знал его. В Библии записано, «Я поднимаю святые руки к Богу». Если вы только что произнесли ту молитву или сделали это раньше, то ваши руки святы. Поднимите свои святые руки к Богу и слушайте Джо. Это именно то, что я хотел сказать во имя Иисуса. Отец, я молюсь о том, чтобы присутствие и огонь Святого Духа пришли в каждую гостиную, спальню, в каждое место, где нас сейчас смотрят. Дух Святой, пусть Божий ветер подует так, чтобы это было однозначно, могущественно, прекрасно и великолепно, и чтобы ни у кого не было сомнений. Дух Святой, что это Ты, что это Бог, пришедший к ним воплоти. Исцеляй, освобождай, избавляй. Пусть твой огонь сойдет во имя Господа Иисуса. Дух Святой, подтверждай, владычество Христа. А теперь принимайте, верьте, потому что это для вас. А я верю, что боль любого рода уходит прямо сейчас из-за славы, которая сейчас здесь. Особенно это касается спины. Если вы прямо сейчас наклонитесь вперед, если у вас болела спина, если вы сейчас наклонитесь во славу Божию, то встанете уже исцеленным. Если у вас боль в бедре, то встаньте и начните ходить и двигаться. Начинайте двигаться. Если у вас боль в каком-то суставе, то начните двигаться так же. Во имя Иисуса вы еще что-то улавливаете. Господь, я молюсь о дисках в спине. Пусть они встанут на свои места. Сколиоз исцелен. Если у вас астма, то просто поднимите свои руки вверх. Кто-то напишет на эту программу о том, что он был исцелен от астмы. Прямо сейчас вы начнете дышать. Я говорю вам и повелеваю, дышите во имя Иисуса. Дышите. Сделайте свой облегченный вдох. Астма уходит прямо сейчас во имя Иисуса. Никакого давления в грудной клетке. Легкие наполняются воздухом. Это происходит сейчас по всему миру во имя Иисуса Христа. Рак тоже должен уйти. Уходи во имя Иисуса! Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Во время просмотра одной из ваших передач по телевизору ваш гость молился за исцеление плеча и я приняла это исцеление. Мое правое плечо болело и я не могла спать на правом боку. После его молитвы у меня больше нет проблем и я могу спать на правом боку. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Майкл Мейден. Мы были созданы так, чтобы слышать небеса и пророчествовать то, что они говорят. Присоединяйтесь ко мне Исиду в следующий раз. Я научу вас, как слышать небеса и приносить решения с небес в вашу жизнь. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка ста тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Один влиятельный еврей из сферы масс-медиа пытался безрезультатно заполнить пустоту в своей жизни при помощи денег и славы. У него был личный самолет, на котором он мог улететь, куда хотел. Он был продюсером одной известной радиопрограммы, но чувствовал себя пустым изнутри. Внезапно с ним произошло откровение, полностью изменившее его жизнь. Хотите узнать, что это было? Чтобы узнать, чем закончилась эта история, посетите наш сайт, который вы видите на экране. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.